Не можете оплатить покупки в игре? Магазин Mystery Shop поможет вам. Положительные отзывы. Быстрая и удобная оплата. Практически любые предложения по пакам и кристаллам в игре. Как начать пользоваться? Переходим по ссылке под данным видеороликом. Здесь последнее закрепленное сообщение. Вот для покупок. Нажимаем. В правом верхнем углу нажимаем старт. Здесь нам надо выбрать игру. Выбираем Dragonhair. И тут у нас три кнопочки. Можно купить валюту. Можно приобрести подписку. И можно взять внутри игровые наборы. Нужен например Battle Pass. Это у нас выбор путника. Выбираем. И здесь все оплачиваем. Mystery Shop. Ссылка в описании. Всем привет. Хочу сразу поздравить всех с наступающим Новым Годом. И предоставить вам крайний гайд по Dragonair. Конкретно 2023 года. Тональнан. Эпический герой. Дикости. Пожалуй желанный большинством игроков. Она действительно очень бодрая. Очень мощная ящерка. Под флору заходит замечательно. Я говорю как владелец флоры. Ну и для обычных игроков она само собой тоже топчик. Особенно учитывая то, что в первом сезоне пачка дикости очень распространена. По сюжетке нам дают бесплатного эрича. И Тональнан хорошо к нему заходит в пару. Значит по пассивке. У Тональнан просто офигенная пассивка. Имбовая. Я бы даже сказал она тянет на Олегу. У Тоналочки повышенный на 20% шанс критического удара. То есть помимо того, что у нас есть. Вот у меня допустим сейчас на ней идет шмот. 68% шанс крит удара. Но по факту 88. Как раз таки из-за пассивки. И каждый раз, когда срабатывает дикость у Тональнан или у ее союзников, увеличивает крит урон героя на 5%. Суммируется 20 раз. То бишь на 100% дополнительного крит урона она может себя застакать. Но для этого нужно, чтобы дикость срабатывала. Именно чтобы срабатывал вот этот 30% шанс. В принципе Тональнан может стакаться сама. Для этого ей никто не нужен. Да, она будет стакаться очень медленно, потому что ее боевого навыка и ульты недостаточно для быстрого стакания. Тем более с таким шансом. Но потихоньку, помаленьку она сама будет себе повышать крит урон. Но если вы ставите к ней других дикостей, то срабатывать дикость естественно будет чаще. Особенно если вы ставите героев, у которых гарантированная дикость. Как у Рхаша какого-нибудь. Или Эрич, который стакает себе. И Тональнан довольно быстро разгоняется по урону. Боевой навык у нее простенький. Три удара. По 90%. А здесь еще есть бонус урона. От разницы усилений героя и цели. К сожалению, каких-то конкретных цифр здесь не указано. Поэтому можно только гадать. Ну и абсолютный навык. Она себе усиливает атаку. На 20%. И после этого наносит 5 раз урон. По 160%. Как я уже сказал. Ящерка офигенная. Дамажит тоже очень хорошо. По артефактам. Здесь, пожалуй, мудрить не стоит. Если вы не используете Тональнан в какой-то интересной команде под других мощных дикостей, чтобы ставить, допустим, ей артефакт на разлом, то просто упарывайте Тоналку в урон. Из синего сегмента можно поставить рога. Чем быстрее будет бить Тональнан, тем будет больше бонус к урону. Вулканический диск ей вполне себе подходит. Можно даже, в принципе, волчок поставить. Дополнительная защита. Она же милишник. Защиты ей лишней не будет. Ну и процентная атака, само собой. Кость предка. Также ей подходит. Дополнительный крит урон. Можно поставить. Из фиолетовых артефактов можно поставить ей подкову, либо глаз гиганта. Еще иногда ставлю магическую шкатулку. Тоже ей неплохо заходит. Можно в теории поставить и вино из драконьей крови. И получится так, что вино будет давать ей 20% шанс крит удара, плюс пассивка. То есть 40% уже дополнительного шанса крита без шмота. Да, если мы рассматриваем легендарные аналоги, соответственно, все тоже на урон. То могу сказать по сетам. Сердце азартного игрока Тональнан хорошо заходит. Потому что и в боевом навыке, и в ульте у нее большое количество ударов. И, соответственно, вот этот вот истинный урон неплохо так дамажит. Особенно на боссах. В первом сезоне этот сет тоже есть. Вдохновение изобретателя. Можно и этот сет, в принципе, поставить в стакане урона от боевых и абсолютных навыков. Универсальная хорошая тема. Либо, если мы говорим за первый сезон, там, по-моему, сет, который игнорирует 15% защиты цели. Можно поставить и его. Тут, по большому счету, практически все сеты Тональнан заходят. Главное, смотрите, что у вас получается по статам этих комплектов. Сет на просвещенность второго сезона. Не нужен Тональнан, никакого дополнительного урона у нее нет. А вот в первом сезоне там 30% к урону после готовности ульты. Его также можно поставить. Ну и сет Могущества Императора вполне себе хорошо зайдет Аналкия. Я, к счастью, получил достаточное количество вещей, чтобы собрать этот сет. Я протестировал Могущества Императора. Отличный сет. Если даже смотреть на том же боссе Посейдоне. Я, например, ставил этот сет Флоре. И он бустанул дополнительный урон. Лучше даже, чем сет Проклятие Бездны. Поэтому рекомендую этот сет. Но в первом сезоне аналог сет Тролля, который восстанавливает здоровье при стандартных атаках. В теории можно поставить Тоналки, так как она все-таки милишник. Чтобы хоть какая-то у нее выживаемость была. Ну там условно каких-то ПВЕ активностях. И базовая скорость атаки у нее двоечка. Это в принципе неплохо. Не то чтобы топовый показатель, но далеко и не самый худший. По синим сетам. Священный Охотник в принципе может зайти Тоналки. Чтобы она вешала станы. Как раз таки из-за большого количества ударов. Этот шанс 20% может неплохо так прокаться. Где-то в каких-то ситуативных местах может помочь. Сет на Благословление. На отхил союзника с наименьшим УЗ. Тоже в принципе подходит. Тем более здесь ускорение навыков. Да, как бы точность Тоналки не нужна. Но ускорение все равно зайдет. Ну а хил может выйти так, что она сама себя будет хилить. В первом сезоне здесь вместо этого сета. Сет Трех Ушей. Который в принципе тоже Тоналке подойдет. Потому что после использования абсолютного навыка. Увеличивает всей команде атаку. Но в теории все-таки лучше подобные сеты давать. Тем персонажам, которым нужна точность. Персонажам, у которых есть какие-то дебаф. Из зеленых сетов для Тоналки нет ничего интересного. Здесь все сеты для нее бесполезны. Потому что сама она никаких ослаблений не накладывает. Ну и делать из нее танка такое себе. Далее по статам. Тоналке нужно всего лишь три стата. Атака, крит удар, крит урон. Здесь особо изобретать нечего. Не смотрите, что у меня тут еще сопротивления много. Довольно-таки есть точность, просвещенность. Это все недостатки моих вещей. Которые я нафармил. В будущем, конечно, буду пытаться от этого избавляться. По крит удару. Я бы сказал, что сделать Тоналки 60-70% будет вполне себе достаточно. С учетом того, что 20 у нее еще есть пассивки. Но если будете ей еще кубок ставить с вином, то можно сделать еще меньше. Это в принципе даже 50% плюс-минус хватит. Потому что это будет 70%. Ну и все остальное просто вкладываете в атаку, в крит урон. Скорость атаки Тоналки не нужна. Сопротивление и точность бесполезны. Просвещенность для нее ни на что не влияет. Защита ОЗ по возможности, потому что она милишна. Ускорение навыков это абсолютно универсальный стат, который нужен абсолютно всем героям. Теперь давайте посмотрим по оценочкам Тональнан. Уронка времени пятерка. В принципе понятно, да. Она как будто бы для КБ и создана. Как раз она раскрывается на дальней дистанции, когда полностью застыкается. Поэтому КБ для нее идеально. Владение льда 4.3. Да, вполне себе она туда заходит. Владение и буря пойдет. На ядовитую могилу в принципе можно. Но в первом сезоне можно обойтись и без нее спокойно. Поставив танка и четырех дальников. Без вот этих вот лишних рисков, чтобы Тональнан не умирала. Приключение четверочка. Ну, я бы может быть побольше поставил. Поставил, потому что она неплохо в принципе вырезает в слотаргет. Логово гоблинов 3.7. Тут понятно, как бы там ей делать нефиг. На могилу зайдет вполне себе. И на одну, и на вторую. И да, кстати, если у вас есть, например, флора, как у меня. Ну, вдруг. Может быть вам тоже повезло. То вместе с флорой, считайте, все вот эти оценки. Они сразу же повышаются. На фениксе четверка. Ну, в принципе, согласен. Там больше массовый урон нужен. Владение пламени 3.5. Кто вообще поставил такую оценку? Никогда, ни в коем случае не берите Тональнан на владение пламени. Потому что там очень сильно срежут ей урон. Еще и сама сдохнет, скорее всего, очень быстро. Тут вообще единица должна быть. На рыцаря пятерка. Ну, в принципе, да. На излучение, да. Точечно вырезать каких-то, не знаю, хвитар. Других бесячих героев. На испытаниях, столпах. Пятерка, ну, естественно. И смотрите-ка, даже на гладиаторской арене у нее тут пятерки. Но я не рекомендую. Я не рекомендую брать Тоналку на арену. Это не пвп-герой. Едва ли вы ее где-то там увидите. Особенно на высоких рейтингах. Это какой-то один чел, видимо, по незнанию выставил. Вот, в принципе, и все. Такой вот у нас простой, но офигенно полезный герой получается. Надеюсь, новичкам данная информация будет полезна. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!